Здравствуйте, добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава – шлах. Недельная глава начинается тем, что еврейский народ послал 12 разведчиков проверить землю обетованную. Причем, если посмотреть, написано, что это было, по идее, вроде бы, Бог даже им сказал это сделать. Мой же посылает 12 разведчиков. Но подчеркивается, что каждое колено посылает как бы своего представителя. Они идут 40 дней, проверяют доли поперек землю Израиля. Когда они вернулись, они рассказали, 10 рассказали, что, к сожалению, мы туда не можем попасть, мы это не завоюем, это не по нашим силам. И только двое, то есть Яшуа и Колоб, сказали, что наоборот, это очень хорошая земля. Когда еврейский народ плачет, и мы получили из-за этого девятый ава. Вот это наш черный день еврейского календаря, девятая ава. Разведчики вернулись с восьмого ава. Они дали свой отчет, и в девятый ава весь еврейский народ плакал, и тогда Всевышний сказал, что поскольку вы плакали без причины, без настоящей причины, то теперь каждый год у вас будет девятая ава, это черный день, это тот день, когда были разрушены оба храма, это тот день, когда каждый год что-то может случиться. Надеемся, что в этом году у нас не будет этих законов, но с прошлого года, с позапрошлого года, это вот эти три недели, и потом девятый ава, это черный день календаря. То есть это из нашей недельной главы. То есть трагедия еврейского народа. Трагедия еврейского народа, которая случилась более трех тысяч лет назад, и мы с тех пор мучаемся. И хотелось бы немножко посвятить, потому что на ошибках учатся. И одна из причин, почему еврейский народ каждый год отмечает этот день, девятая ава, чтобы мы исправили наши ошибки. Хотелось бы, учитывая, что это наша недельная глава, и на самом деле сам день девятая ава не так уж далеко. Хотелось бы посмотреть, где же произошла ошибка, где же евреи, что, как это произошло, что такое страшное событие произошло, трагедия еврейского народа. И надо обратить внимание, что мы не говорим просто каких-то там два или двенадцать каких-то непонятных индивидуов, пошли, пошли, посмотрели. Каждое колено избрало от себя посланника, которому они доверяют. То есть они были великие люди. Раша говорит, что когда их послали, написано, что пошли двенадцать мужей, подчеркивается, что они были, и он собрал двенадцать мужей. То есть Анашим. Анашим это не просто пошли двенадцать солдат, они были великие люди. Тоже надо не забывать, кто были люди, которые плакали. Еврейский народ, мы все равно говорим еврейский народ, еврейский народ, еврейский народ. Они чуть больше года назад вышли из Египта. То есть чуть больше года назад они вели десять казней, они пережили через это, они вели казнь первенцев, они прошли через море. Они были на горе Синай. Они год назад, они были на горе Синай. То есть это люди, которые были близки к Богу, и никогда такого поколения не было и больше не будет. Поколение пустыни в книгах мудрецов называется Дордея, поколение знаний. Потому что люди, которые слышали Бога, они видели, самого Бога человек не может видеть Бога, но они видели все, что может человек увидеть. То есть это был Дордея, который послал 12 великих людей, и произошла такая трагедия. То есть где-то что-то не то произошло. Как всегда я в таких случаях предупреждаю, что ни в коем случае мы никогда не сможем понять полностью, что произошло, поскольку мы в таких великих личностях, на нашем низком уровне, мы так далеки от всего этого, мы никогда не сможем полностью понять, что там произошло. Но уроки для нас, конечно, мы можем вынести какие-то уроки, чтобы на нашем уровне понять, что произошло на нашем уровне, и вынести уроки, чтобы мы этого не допустили, этих ошибок. основная ошибка если просто читать то что написано люди пришли интересно где все 12 посланников разведчик они видели одно и то же не вилет на тоже кроме этого не было обмана нет такое что знаете пришли на 10 рассказать что мы видели так ты так а я шоу бину эколога это неправда не было такого не было лжи то есть все 12 разведчиков пришли с одной и той же информации просто 10 разведчиков видели и восприняли эту информацию одним образом два разведчика я шоу и и колы не восприниматься по-другому они видели и по разу хотелось бы немножко уделить времени вот это когда человек видит у нас на русском языке есть очень много кстати тоже глаголов данных как там на ваш взгляд люди так разговаривать на всякий заказ мира я не знаю все языки мира но те языки которые мы знаем в том языке на других языках слова видеть смотреть на ваш взгляд как мне видно да если если трезво посмотреть это мой любимый выражает трезво посмотреть на с мы видим смотрим не обязательно это глазами люди то говорят что мы воспринимаем информацию потом мы ее перерабатываем и потом основываясь на эта информация которую мы приняли мы принимаем решение это происходит каждый день много много раз иногда эти решения не такие глобальные большие там решение не забраковать куда поехать да где купить что-то и так далее это может огромное решение быть ты может быть решение жениться или не жениться выйти замуж не выйти замуж там окна будет развестись не развестись куда детей послать где купи какой дом купить где на работу устроиться куда вы тип мы принимаем решение и обычно мы принимаем решение основывается на ту информация которая у нас есть мы надеемся что она правдивая информация людей спрашивает знакомых спрашивает и человек должен принять решение посмотреть осознать и принять решение и в нашей недельной главе очень хороший урок как это не делать как это не делать давайте посмотрим может быть чего-то можно учиться как же это произошло что они допустили эту ошибку так один из очень интересных комментариев который не такой раз может быть распространенный он очень интересный и вот цитирует это был хойзом и люблин хойзом и люблин из великих россиянской храбы вот кличка была хойзо хойзо это пророк не пророк это зрячий хойзо это человек который видит здесь если ему дали такую кличку кличку да так он когда уже он видно было что человек видит значительно больше чем простые смертные и он провел очень интересную параллель который не бросается в глаза когда я шуа бину и колов пришли со своей информацией сначала 10 разведчиков сказать что там все очень плохо очень страшно и и ватик разведчик нет твоего там такая фраза твоего орит земля хороша той я думаю большинство моих зрителей знают это слово особенно израильские зрители то и мы одни от я все знаете в школе в израиле школу что-то у меня есть такое то тут не просто то вновь а мы одни от если вы помните когда бог сотворил мир что-то был идеал да там написано первый день написано той той он видишь обе его и он вешал хорошо хорошо конца сотворение мира бог сотов на вот очень хорошо когда яшуа возвращается израиль не говорят его улице мы одни от очень редко очень-очень редко чтобы мы одни от очень-очень они говорят чтобы земля была очень-очень хорошей такой за мир и блин говорит знаете где мы сейчас встречаем такое выражение очень-очень при киевот веке вот хотя легко найти 4 4 4 глава 4 мишна очень коротко мишна мишна говорит рабе левитас ишь явно оймер редко встречается этот раввин рабе левитас духовный настольный доставник из явно говорит он говорит мы одни от очень-очень обе швал рук и шварок разные переводы или это скромный человек или я который спокойно швал рук это низкий не высовываться нет очень простой скромный человек человек должен быть таким вот и похожие слова такая какая связь софада комментарии говорю четырестую вещь если человек хочет действительно правильно понимать что вокруг него происходит действительно понять что происходит как самом деле я должен быть очень скромный и не чувствовать это свое большое я если человек приходит он если хочет что-то понять и и вот я хочу понять вот мне кажется я это большой я это большой я портит всю картину ну что если вы смотрите вот как я я все испортит потому что у человека в этом большом я у человека есть свои недостатки человек свои есть чтобы больше нравится что меньше нравится его настроение в каком было строение когда он смотрел где его больше за платье да как этот большой я все портит чем человек спокойнее ниже более смиренный чем его глаза я говорю глаза на самом деле этого глаза чистки видят они им ничего не 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 туманно ним они видят так как на самом деле есть так мы вот поэтому я шоу и кола когда они пришли они увидели что земля хороша мы отдыхают что они могли это видеть интересно что таргум юнеси есть перевод тора на армейский язык в любом классическом хумыше в рот простое простое хумыше петли книжа там обычно на иврите и перевод на армейский это обычно это перевод ункласса более таком серьезном издании обычно есть еще один перевод на армейский юнисон юнисон бену зиль таргум юнисон он был великий ученик гилеля ему рассказать огромный тык он был величайший ученик прям когда он чел тору пламя из него шло и он написал перевод торы на армейский язык общепринято даже не на сто процентов мы знаем ли это его перевод ну общепринято его перевод в отличие от ункласса он нет только дословно перевел он немножко добавил свои кабы объяснение в этом в армейском перевод немножко без и когда начали недельной главы можешь и посылает эти 12 разведчиков там написано что он учитывая что я шоу был его учеником я шоу звали гой шея больше дал я шоу имя я шоу таргум юнисон пишет что мой шоу видишь то я шоу скромный и поэтому дал ему эту броху видите что действительно то есть таргум юнисон говорит что я шоу таки был скромный человек который к головам и вернёмся как бы не было сейчас мы посмотрим про головы тоже но мы видим что если человек действительно хочет понять действительно ситуации как она на самом деле надо постараться забрать свои личные заинтересованность свое личное что я хочу что мне кажется что вот я и тогда мы начинаем очень много интересных вещей понимать интересный вопрос вопрос почему вы днем не подумали этом вопрос приходит 12 человек послали 12 разведчик здесь что говорит так 2 шага это кому верить 10 2 еще почему еврейского диверии такие плохие есть закон когда вопрос мы идем по большинству это в торе написано закон не только в парламентах придумали такие законы да закон в торе что когда принимается решение идем по большинству я скажу еще интересный вопрос многие но во многих эпоха во многих временах очень часто многих рабином дровинах задавали вопросы люди не нашей религии вообще евреи ваша что ли написано тега большинству посмотрите в мире кого больше людей которые верят другие религии или вас даже конкурса нету данную посреди статистику такси вопрос ворошина мне как-то ответить действительно почему вот вернется и к нашим разведчикам теперь ставьте себя очень интересно если человек приходит и у него все туманно писали себе олимпиада или там что-то происходит возьмем конкурс по фигурному катанию выступает фигурист и жюри жюри обычно там из разных стран допустим 12 людей из жюри и 12 людей все они смотрят как он выступает все замечательно и например 10 членов жюри говорят одну вещь а два человека другой вот так все сто процентов 10 там оказалось что 10 из них забыли очки дома не близоруке а все в очках допустим члены жюри обычно смешная ситуация они пришли 12 человек смотреть фигурное катание и 10 из них забыли дома очки я в очках хожу я знаю что это значит те кто меня слушать у них из очки вы знаете еще близоруке вы забыли очки да все туманно так скажите пожалуйста если 10 из членов жюри забыли дома очки только у двоих они были таково мы слушаемся большинства они они ничего не видят они они просто они они близоруке них они не специально может быть они думают что они видят и не понимание дают себя отчет если человек неправильно смотрит на мир не по своей может быть вине нет так это не если два это 20 теперь учитывая что я вам сказал что чем человек более покорный чем скромнее тем это лучше это теперь тут факт что когда их послали подчеркивается что они были великие люди они были а нашим для тех которые не понимают ситуации этой функции спорту забит вопрос интересно написано что но и станет дальше говоришь когда их послали не бриться диким потом другом месте раньше говорит что как они пришли с плохими намереваниями так они уходили как они с самого начала не собирайся что они пришли они ушли пришли дальше вот как они такими нехорошими намеревания так они когда их выбирали они были простые смертные когда их выбрали у я представитель своего колена я обратно меня доверяют я великий человек я не встал я шоу который был скромный вот они повлияют у него зрение не испортилось не стал ближе руки те люди опять-таки я очень не 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 привожу на личности они великие люди я не хочу для нашего поколения как те люди и миска и вот и такой вот такой великую замечательно рассказывать полушутку да был один бедняк бедный несчастный и он выиграл много денег в лотереи он на последний день купил билет и его друзья узнаешь выиграл нет узнали посредине ночи они пошли в этот подвал там ужас грязь все часто часто он там свечку зажег говорит что что такое что рабинович ты выиграл 5 миллионов и вы меня посредине ночи такого человека как я миллионера посредине ночи разбудили как вам не стыдно за секунду правильно шутку нам нам бы его проблемы правильно но в реальной жизни сколько раз бывают и вы избрали человека простого до простого че простой человек сколько мы знаем из наших знакомых были хорошим не часто рассказывают что вот мне были хорошие знакомые хорошие родственники ну что-то в жизни изменилось они стали или богаче или умнее или выше по положению все они уже все люди меняются на том что люди меняются взгляд их на жизнь тоже меняется и это была проблема в отличие от яшу и колова который взгляд не изменился 10 этих праведников выкашу не были праведники но они испортились и они видели жизнь неправильно кстати одно из объяснений что же действительно почему они действительно неправильно это видели действительно есть комментарии которые говорят что они просто испугались что когда мы пустыне и средства в пустыне мы великие люди тогда когда они зайдут в израиль они разойдутся по всей территории земли израиля каждый полет свой колхоз и не будет великих не велики все будет себя дома сидеть каникалы потеряют свою власть и поэтому они неправильно видели не были заинтересованные люди они неправильно видели то что они видели поэтому первый первый опять-таки первый важный важный урок нас никогда в розетку не посылают правильно мы сами с собой должны быть очень честной с когда мы принимаем решение очень многие люди принимают это решение и иногда мы спрашиваем своих знакомых она мы смотрим и не уверен мы с детьми и мы спрашиваем спросу своих знакомых на знаете от того что часто люди говорят ну как это я все все мои друзья так считают но конечно поэтому они твои друзья конечно твои друзья так считают уж они твои друзья у вас у вас у всех не те очки и по это то же самое с точки зрения с разной религии то человек на самом деле природную игру природности бог бог создал каждого человека каждого еврея не ве у него очень достаточно ума все понять на самом деле тема отдельного урока почему торой хочет от каждого еврея чтобы он верил бога а какие-то великие философы философы греческие не верили в бог может быть лиги философы греческие философы которые были такие умные они верили непонятно в кого а простой и животник 13 лет не по тоже верить бога это тема на самом деле отдельного урок но одно из простых объяснений на самом деле простой 13-летний парнишка у него достаточно айкью у него достаточно мозгов есть в голове чтобы все понять проблема в том что иногда человек надевает не те очки у него надо просто очки выйти если человек заинтересован чем-то если человек он его потому что свой имидж если понимать я представляете я прямую до из уже вы мне все скажут так он уже иногда но если человек забудет о своем я отодвинет в сторону все свои заинтересованности и так далее да он видит правда это первая первая ошибка наши начали наши недельные главы вторая часть райт тоже часть интересная часть тоже без лишь чем это можно исправить когда я шо шоу исправить и объяснить когда я шоу шоу потому что в разведку написано что мой шо помолился когда я шоу ему дали имя его и шоу бог тебя спасет больше помолился за него когда они ходили по земле израиля написано что они вошли в хеврон там почему написано в единственном числе и вошел евро на иврите там можно менять немножко глагола единственное число множественное число раньше говорит вошел только колов хеврон халэйф он оставил их всех и пошел херон помолиться что в хевроне хевроне это похороненный авраам все наши правоцы похоронены хевроне халэйф пошел помолиться почему он боялся что он не устоит он понял что ребята за ну замышляют и он испугался что он подастся но пошел помолился получается за него шоу помолился его рабе мойша был учеником халэйф сам пошел за себя помолиться кстати мы понимаем почему я шоу не пошел чужими вместе не пошли за него уже помолились халэйф понимал что ему надо самому он пошел он оставил компанию пошел хеврон помолился так еще один хороший рецепт видите правильно принять решение на богу попросить попросить бога помолиться ашан открой мои глаза я хочу понять правильно принять решение у нас нет в наше время к сожалению нет урим в этом времена храма храбра 1 храма втором храме уже этого не было на первого храма были украина были урим в этом им это не бурим этого не могли прийти урим в этом же спросить где картошку купить подешевле урим в этом это был общенациональный вопрос какой ты должен быть в общем на вопрос вот идти на войну не идти на войну и так далее были в этом напрямую можно было спасти всевышний были пророки были великие раввины наше время такого нету есть раввины которые можно с ним посоветоваться конечно и добавить ситуация человек находится какой-то ситуации у никого спросить никому позвонить google не спросишь надо принять решение надо помолиться попросить бога чтобы увидеть правду и принять правильное решение первое брахаш манай сре после трех вступительных брахот на нашем молитва амеда у нас есть 18 которые на самом деле 19 благословений мы три вступительных богом отцов наших оживляющие мертвых святой первое когда мы начинаем просить просим ум чтобы мы как мобилина выдаст ум знания первое что просим это ум утренние благословения когда мы утром благодарим не просим благодарим бога утрене называется бирха ташах и посыпаемся утром мы благодарим бога что петух различает между между днем и ночью на самом деле это мы благодарим бога за ум мы благодарим бога даже за петушины из комментарии почему если мы благодарим бога и было такое выражение куриные мозги правильно не большой комплимент мы утром на самом деле большинство комментариях говорят что когда мы утром первое благословение говорим что-то дал бину понимание петуху разделить между днем и ночью так это мы бы говорим богом спасибо бог говорим даже за такие мозги тоже говорит за наши мозги потом мы говорим спасибо что не сотворил меня этим 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 первое благословение которому после этого говорим открывающий зрячих слепых открывающие наши глаза из первое что мы просим и мозг глаза мы всегда уже другому жить нельзя человек может не дай бог хасвэ шалом человек может жить религиозный очень религиозный в полном тумане он соблюдается машинально ничего не знаю вас просить ничего не знаю в том страшные истории бы когда в семье которая вроде бы религиозной семьи дети религиозными непонятные истории случаются люди которые вроде бы все соблюдали такие страшные день вещи делают непонятно их мало этих историй понятно что когда что-то такое случится все ну массовая пресса сразу хватается вот смотрите вот этот религиоз вот вот это наверное во вторе научили нет просто возможна ситуация когда человек находится своем коконе в своем оболочке ничего на самом деле не видит это сможет даже даже и соблюдает но он на самом деле у него нету не бина у него нету не не ума неправильного не не зрение и поэтому случаются сразу неприятные истории поэтому это то что мы должны просить всевышнего чтобы мы видели правильно третье это уже не не связана с началом недельной главы если посмотрите конец недельной было очень интересно очень часто комментарии пытаются соединить начало и конец недельной главы сейчас как-то интересно получается что начало конец недельной главы конец недельной главы шлах это был митцва цицит митцва цицит это знаменитая митца мы носим евреи носим мужчин не женщины мужчины носят эти кисти 44 угла более знаменитый это талит или даже вице цвета но принято носить каждый мужчина принято носить цицит под рубах и кисти и когда вы посмотрите это митцва очень интересно митцва митцва написано что уры и вы должны их видеть и нету других митц и на что-то увидеть это не сам отказа знаменитая миссия нас смотреть на здесь месяц на что сказать иногда иногда надо что-то скушать сейчас она что-то сделать мы надеваем филин цицит надо его повязать и смотреть на него приводится в книжка производства книжка что я сам просто ничего делать вы должны вспомнить былые времена в циците была синяя нить наше время большинство не носят синие мы не потеряли вот это было видно просто была вот эта синяя нить люди просто смотрели на цицит я должно напомнить чем ураис и мой опять-таки если мы полурока уже прошло насчет смотреть давайте я как смотреть на на что теперь смотреть митцва написано когда вы смотрите на цицит она помогает просветлить глаза приводится если человек хочет принять решение добывать посмотрите на эти узелки как она работает интересно какая какая смазал цицит у вас есть у мужчины если эти узелки это ему напоминает что он связан связь с кем с богом эти узелки кроме всех объяснений когда там число узелков соответствует разным цифрам есть очень много интересных объяснений вы можете посмотреть откуда берете число 613 эти узелки нам напоминают о нашей связи с богом само слово цицит некоторые переводят до слова цицит как кисти на самом деле раньше приводишь мейтиц на святом языке мейтиц так глядеть выглядывать мейтиц на коренство смотреть самится посвящена чему-то смотреть на что мы смотрим на что мы привязаны к богу что мы его как бы рабы и соответственно чем когда вспоминает что он не такой великий могучий так далее это его успокаивает скромный да может видеть красу настроил раз у нас который человек настраивать свои объективы знаете как камера на доставать настроиться обидел это больше все видит правильно значит посмотрите на цветы вспомнить что он связан с богом да человек это все вспомнит дача правильно он он действительно да сможет правильно смотреть на мир когда он действительно увидит что он связан с богом теперь царь давид тоже интересно царь давид он был царем он был святой написано что всегда аллаха как царь давид если царь давидом нет некоторые всего изречения где-то и море приводится всегда аллаха как он был кроме того чтобы великим полководцем и далее он был очень великим равеном приводится в гимаре разные истории когда он помогал людям просто аллахическому уровень так он в тыли можете посмотреть это 119 псалом 119 псалом это самый длинный псалом и там 37 фраза отврати глаза мои от созерцания суеты можно по-разному привести или суеты или пустоты шабе не дай моим глазам увидеть пустоту суету простоту почему что если точно так же как если взять какой-то очень дорогой прибор какой-то дорогой нож вы будете этим ножом дрова рубить да он испортится наши глаза если люди смотрят на всякие глупости я не говорю вещь на которые нельзя смотреть запрещенные вещь не дай бог сказ вышелом смотреть вещи которые запрещены по торе я свечку не за них смотреть не культурные так далее просто простые вещи глупые вещь она засоряет даже как в кондиционере да там есть фильтр его надо менять те люди которые не знают что на фильтр есть кондиционер портится ломается в машине тоже людям возят машины в этом что ломается нижнюю не рассказал тому косой спитами меня чинить да у нас на глазах нету фильтров или мы смотрим куда не надо или загрязняются глаза опять-таки нет не даже все соглашу есть смотрит глупости которые запрещенные стопроцентно портим даже просто глупости царь давид суету глупость и люди привыкают смотреть эти глупости там все мы привыкаем смотреть глупости потом нам тяжело когда надо действительно реально посмотреть принять решение у нас голова забита чем знает чем попало мягко выражая мягко выражаясь да и потом это да что царь давид царь давид который был 11 веский пророк и он помолился попросил бога чтобы я не видел суету пустоту и тогда это тоже одна из вещей которые надо иметь в виду если человек действительно хочет не терять свое зрение я не говорю физическое зрение духовное зрение видеть действительно проводу человек особенно в наше время у нас технический прогресс да можно то посмотреть это посмотреть там расслабиться и так далее люди которые этим всем занимаются вместе и них потом они теряют терять свое духовное зрение неправильно потом смотрят на мир наше время опять я это приведу только как пример не ничего не тоже не говорил что я пропагандирую иногда можно посмотреть два канала назовем это телевидение да которые например рассматривают одно и то что-то произошло в восточной европе скажем так если кто-то обманывает фальсифицирует информацию знали там можно конечно можно прокрутить там ролик где-то там 50-летней давности когда бомбили харьков да все можно вопрос если все честно все замечательно все честно показывают и один канал рассказывает так точно те же самые события сказал совсем по-другому и вы смотрите как так может быть чем нормальные люди хорошие я не знаю я правы не прав те они и каждый из книг рассказывают то что я вижу сейчас такое может быть два человека они видят смотрят одно и то же и беды разные вещи шутка про шарлок холмса научи хорошо показывать что мой карачек может видеть и не видеть скажу шарлок холмс доктора ватсона пошли гулять по англии турпоход да турпоход и они там пошли спать они просыпаются ночью шарлок холмс говорит ватсон если посмотрите сейчас на небо что вы можете определить смотрев на небо ну ватсон говорит ну во первых я сразу вижу сам большую медведицу маленькую медведицу можно определить что мы значит наш поход мы идем часто на северо-запад мы сейчас спим немножко в сторону востока луна немножко слабо прикрыта немножко облаками потому возможно будет дождь я потом смотрю там венера очень хорошо ватса у нас украли палатку они оба смотреть может видеть один видит звезды венеру шарлок сразу понял что мы не должны нас палатку украли и так в жизни очень часто когда человек идет как это объяснить шутки шутками на человек погружен в свое и он видит то что он хочет видеть почему низко у них он не специально никто не хочет принимать неправильные решения никто не хочет принимать решение там жениться покупать что-то поступить на какой-то институт и потом мучиться всю жизнь не говорю вот есть где куда я смотрел куда я смотрел да кто не хочет писать это дело поэтому ну к слову давайте повторим повторим первое это когда человек пытается максимально отойти от себя это я большой надо смиренно постараться действительно увидеть информацию не смотреть как я ее как я ее вижу а скромность это я шоу вторая вещь это то что молитва без чеки действительно хочет правильно увидеть на просто помолиться не надо и стесняться есть такая как бы немножко тенденция как бы чё ну прям я буду беспокоить бога знать я там хочу и хочу себе купить пару туфель не знаю мне поставили тету в эти тупы помолиться можно помолиться ничего страшного может не надо целый день посвятить ты или им но можно просто на минутку сказать всевышний помоги я это порядке вещи на любом языке причем увидели правильно тем более какие-то серьезные когда решение принимает человек и цицит сейчас мы увидим кстати бедные женщины которые не носят сыщешь теперь каши с ними теперь будет цицит нам напоминает это убили вот эти узелки цицит нам напоминают эти узелки которые нам напоминают что есть бог на свете интересно что в недельной главе если вы посмотрите самом конце то что я сказал недельная глава была недельная глава это процессы перед ней тоже короткий этот отрывок называется когда мы кончишь мы кончат он собирал хворос один еврей не приводится кто он был такой он нарушил субботу и он был наказ короткие три факторы тема урока про шаббеса как он был наказа почему на это сделать чем руководство но сразу после написано вот он был наказан он нарушил субботу его убили его казнили сразу после этого цицит наше поговорить что моешь и комментарий гайшер больше пришел к богу я смотри всевышний посреди недели у нас есть фили мы надеваем филин надо не забав был и времена твили носили весь день наше время мы не носим твили ночью не все запретили носить филин и днем и время молитвы одеваем шахарис и все выберем на его ехать или в твилинах если мы были привязаны физически с богом если вы представьте нам попросили великого художника написать картину доведом эллах ну всех сразу ассоциации там заметные статусы доведом эллах а правильно самом деле доведом эллах если вы хотите немножко представить первое что вы должны его представить что не был твилин на голове уж он был царь что он будет у него был твилин на голове и на руке кроме этого у царя была маленькая твара всегда с ним талисмака какие называть это это первое первое что когда вы приходите немножко представить дойдом эллах у него был твилин когда он шел на войну мирного снимал потому что она вообще в целом все времена каждый человек последние недели носил он был привязан бог в шаббе с евреи не носят филин мой же сказал богу ашем сейчас в шаббе с нас с тобой ничего не связывает самом деле сама суббота нас должна связывать так мощи попросил всевышнего нам дали митву цицит шабу с нас есть хотя бы цицит эти узелки нам напоминают что мы привязаны бог когда человек действительно чувствует что он под богом ходит в том смысле этого слова и когда человек помолится когда человек действительно захочет увидеть так оно есть без своих своих желаний любит правда любой смертный говорится любой простой человек не самый умный не самый такой он видит рады он сможет принять даст бог с божьей помощью принят правильное решение очень часто хочу немножко добавить иногда люди принимают решение действительно и потом они видят что как то что создаюсь впечатление что была ваша ошибка нет иногда бывает что всевышних хотя бы приняли правильное решение но почему-то так пошла жизнь бывает такое почему это вы действительно купил дом пример купил действительно человек дом поспрашивал узнал иск не помолился а потому что в этом доме что нет может почему-то всевышний так решишь и для тебя сейчас это сам никто не знает что для тебя хорошо что плохо но в целом обычно если кто-то хочет действительно увидеть мир и положено как он на самом деле то что надо сделать теперь скажу что женщинам процессы когда вы посмотрите процессы там написано еще одна фраза что надо делать это надо смотреть на си цель потом там написано другая фраза будет она у вас си цит и глядя на нее вы исполните все заповеди то написано и не будете следовать сердцу вашему и о чем ваш очень интересно там есть запрет тоже положительная заповедь это носиться и смотреть на цель и запрет следовать своему сердцу сердцу сердце сердце это написано то приводит что это может породить всякие неправильные взгляды на жизнь опекорсус люди люди отходят и адаизм и тогда балхон вассерман говорит обычно когда человек думает вопросах религий с не дай бога свежелом человек отходит от торы или у него какие-то подозрения я бы скажу это вопрос для для ума да если человек человек там думаю дуне какие-то сомнения может действительно что-то может кто его знает это у него проблемы лишь проблему него неуверенность с умом почему-то говорит не следите свое сердце опять-таки рыбалхон говорит ум у каждого есть правильный не надо не надо говорить о я не такой умный не так воспитали каждый человек имеет очень хороший у кого больше у кого меньше само собой разумеется есть такое выражение и дашь и коп даже маленький и дашь и коп у них у нас есть достаточно ума все правильно увидеть на сердце иногда сердце говорит неправильно как человек человек например боится до чек на меня привык что-то кушать не буду говорить что там он близится ножка к религии вы рассказали да действительно свидать тора бога начинает понимать я не смогу это кушать и вдруг у него столько вопросов про религию это может на самом деле а кто а как это доказать а кто его знает может быть не дали торы на горе сена и может быть откуда они эти сомнения пошли из-за его ума или из-за его сердца еще лучше искать из-за его желудка откуда эти сомнения пришли стать очень интересно я читал приготовления этого урока я посмотрел урхай маканевского покойного есть небольшая книжечка разные у него там маленькие статьи разных чертах характера я постоянно посмотрю скромность это анава учитывая что это вещь которая открывает глаза да по сути что у него там написано в последнем абзаце он пишет от своего отца ста педрики ста педерга он он говорит что любой человек у которой есть сомнения веры не просто религия у него сомнения у него вера шаткая он не не до конца верит в это ему тяжело у него проблемы у него гордыня какая-то есть чем у которого нету гордыни у них никаких не будет сомнений как он говорит великий раввин если у кого-то есть сомнения которыми он гордится сейчас такое бывает да я да я закончил я уже всю туру прочитал человек это за всей гордыни приходит он начинает и потом и это кажется мне ящик я так считаю тут это кто-то что ты стапила говорит что любой человек то есть какие-то сомнения значит у него какие-то есть зачатки то что гордыни если человек возьмет свои свой ум он как будет контролировать свое сердце он откроет свои глаза протрет свечки все мы увидим про правду не сильно будет правильное решение мы действительно будем тебе это самое большое счастье качество принимает правильное решение он счастливый человек никогда не жалеет это правильно поступает счастливая жизнь поэтому даст бог с божьей помощью когда все это произойдет действительно 9 ава даст бог станет праздник вижу на самом деле 9 вас должно стать праздником каждый год надеемся что вот в этом году это случится действительно надеемся если наши все евреи действительно удостоятся что у нас будет праздник еще один праздник и а уж мы вместе удостоились у нас чтобы был храм который будет действительно урием вы тумим мы действительно можем спасти спасти будем всевышнего как принимать решение всего хорошего до встречи